День государственного флага России объединил патриотов. Они с гордостью говорят о земляках-героях. В праздничный день в Краеведческом музее открылась выставка, посвященная Герою России Игорю Марьенкову. Он неоднократно участвовал в оперативно-боевых мероприятиях и специальных операциях в Северо-Кавказском регионе. В 2016 году в ходе операции на территории Дагестана подполковник Марьенков был смертельно ранен. За мужество и героизм присвоено звание Героя России. В Лобинском музее хранятся его личные вещи. О некоторых из них рассказал Владимир Чистяков, заслуженный работник физической культуры и спорта, друг Игоря Марьенкова. Вот эта одежда его полностью, которая была за исключением автомата, вся форма его, это его форма, в которую он ходил. А вот здесь находится его разгрузка, в которой он погиб. Там следы крови, в этой разгрузке он погиб. Ну а здесь он занимался спортом, рукопашным боем. Это у него медали за стрельбу, очки, ножи для тренировок специального ножевого боя. Это его охотничий билет, это трудовая книжка. Он здесь работал у нас в спортивной школе, заучим. Сначала методистом, потом заучим. Это его билет и его маечка. В этот день в музее собрались все самые близкие родные Игоря Марьенкова. Вдова с тремя дочерьми, одноклассники, друзья, сослуживцы. Все делились интересными рассказами из жизни, каким он был мужем, отцом, другом, командиром. Глава района поблагодарил всех, кто не остается равнодушным и участвует в патриотических мероприятиях. Я обязуюсь со своей стороны, как глава муниципального образования, всячески поддерживать и содействовать патриотическому воспитателю нашей молодежи, основываясь на почтении наших героев, наших земляков. Это очень важно. Всех знать героев, но и особенно наших земляков, которые здесь родились, выросли, которые большую часть жизни провели на нашей с вами родинской земле. Спасибо большое всем, кто принимает участие. Я искренне надеюсь, что этот посыл, такой же подход и будет продолжен как в системе образования, дал поручения, так и в культурных мероприятиях, и в спортивных мероприятиях, чтобы это везде у нас такой ниточкой шло. Спасибо всем. На патриотическом мероприятии присутствовали лобинские школьники. Рассказ о герое не оставил равнодушных. Должны брать пример с таких людей. Они должны быть мужественными, должны отвечать за свои поступки. И всегда заступаться за других. Умение жертвовать своей жизнью дано не всем. Но примеры героических поступков, память о людях, их совершивших, помогают воспитать патриотов.